С самого доброго времени суток, в самой позитивной стране Евросоюза, Латвия. Привет! Сегодня поговорим о Шлессерсе, Росликове и митинге, который прошел вчера. Первое, что стоит заметить, что случилось что-то невероятное. Смотрите, если первый митинг собрал порядка 5 тысяч человек, а было заявлено, что сейчас выйдет 15 тысяч человек, и мы свергнем это правительство, именно такая же была заявочка у Росликова и Шлессерсса, не так ли? Так вот, немного правда-то очевидца. По факту вышло 1 тысяча человек, 1000-1200. И в этой 1000-1200 человек примерно 700 человек было не из партии Росликова и не из партии Шлессерса. Вот так. Трудно сейчас сказать, это стечение обстоятельств или крутое пике этих двух политиков, связанное с теми подписями, которые сделал Шлессерс. А именно это отчуждение, отобрать земли у людей, которые поколениями там жили, дедушки, бабушки, прабабушки, ради военного полигона. Напомню, что Каринш Венатаба в скором порядке приняло решение отобрать у людей это жилище. Это порядка двух тысяч семей. Предполагаю, что это может быть 6 тысяч человек. И Шлессерс подписался рядом с Кариншем, как близнецы-братья. Я сделал такую инициативу, что давайте, вот раз он собирает народное собрание, то пускай у него народ спросит, как же так получается, что если слушать твои тиктоки и твои эфиры, то ты вроде бы за народ и против правительства. А если брать плейлисты, как ты голосуешь, ты выполняешь четко указания Каринша и его группировки. Как так? Эта инициатива, она набрала свое количество просмотров и про нее узнал Шлессерс. А что сделал господин Шлессерс? Поставил несколько кругов охраны вокруг себя. У Каринша охраны было меньше, чем у Шлессерса на этом митинге. Это правда. Это что значит, что Шлессерс боится народ настолько, что он выставляет такое количество охраны? И этот человек еще даже не избран премьер-министром, а просто обычный депутат Сайма? Можно ли в это поверить? Так или иначе, эта подпись Шлессерсу стоила его рейтинга. Это мы увидим буквально после лига. Рявно это мы почувствуем. И получается, что эта партия идет круто в пике, но радоваться этому не стоит, потому что здесь, в этой партии, опять побеждает Каринш. Опять побеждает Каринш. Именно усилия и четкие проверенные ходы Каринша сделали из Шлессерса, извини, из Лэмберга. Это народный герой, лидер мнений. Десятилетиями он был в Латвии. Он превратился в кусок говна. Кто это сделал? Это сделал правительство Каринша. Если мы возьмем, например, того же самого Ушакова, это просто очаровашка, от которой обалдели все бабушки города Риги, а сейчас это настоящий кусок дерьма, лгун и вор. Не так ли? Преступник. Кто его таким сделал? Правительство Каринша. И что бы ты ни говорил, но все эти игры в подружить с Кариншем заканчиваются точно так же. Я очень надеюсь, что господин Шлессерс это начинает понимать. Несмотря на то, что он опытный человек в политике, несмотря на то, что это мастодонт, надо признаться, что это, по сути дела, единственный лидер сейчас. Это единственная реальная оппозиция. Но его неправильные шаги очень резко сведут всю его популярность электорат на ноль. Еще раз повторюсь, Ушаков, Лэнберг и многие другие. И очень вполне возможно, что Шлессерс отправится туда очень быстро. И никакого распуска сейма он даже не дождется. Тут удержаться бы самому в своем кресле. Теперь о позитивном моменте. Значит, не пустил народ он на сцену. Митинг был час тридцать восемь. У тебя стоит сцена. Ты закончил говорить? Уйди оттуда. Отдай микрофон людям. Пускай они поговорят. Почему ты так не сделал? Настоящий, креативный лидер. То есть ты же теперь, если на тебя посмотреть на сцену, схватил телефон, как малолетка какой-то, начал телефоном снимать всю эту толпу. Ты уже тот самый человек, который разговаривает с телефоном так же, как вот простые строители или инстасамки. Понимаешь? Ты ведь должен кое-что понимать, не так ли? Карлинш, я был уверен бы, он бы пустил бы на сцену простых людей и дал бы им микрофон. И пускай бы они развлекались уже как могли и высказывали любое свое мнение. Для чего ты отключил аппаратуру, не дал высказаться людям? И толпа тебя просила, дай высказаться. Это грызло пальчиком. Не-не-не-не-не-не-не. Я буду говорить, и у нас есть свой сценарий. Вот парень из Лазгалии, вот представитель молодежи, вот девушка, вот симпатичный парень, вот умный мужичок. У нас роли расписаны, а народу здесь места нету. Именно так ты своим митингом сказал. Вот теперь к позитиву. Из позитива то, что глядя на сцене и считая своих людей по маечкам, ты понимаешь, что ты оказываешься в меньшинстве. То есть если мы возьмем народную массу, то надо было благодарить там ребят Еремеева, надо благодарить было там так называемую группировку Яуныши. Непонятно, что там делал русско-еврейский союз, ну и им надо было сказать спасибо. И глядя на все эти флажки и маечки, ты понимаешь, что ты уже не лидер, а ты в меньшинстве. И как грамотный и правильный политик, во время он и вовремя переобулся. И сказал, ребята, никаких проблем нету, я готов к сотрудничеству. Давайте включим план Б и будем встречаться, и будем общаться. Вот номер моего секретаря. Поэтому я очень надеюсь, что все те люди, которые хотели высказаться и задать реальные вопросы, сейчас получат возможность встретиться лично с господином Швессерсом, и он не включит заднюю. То есть я хочу приехать к господину Швессерсу и задать неудобные вопросы на свою аудиторию. И таких, как я, наберется с десяток. Совокупно эта аудитория больше, чем аудитория этого митинга. И если господин Швессерс открыт к диалогу, если господин Швессерс действительно за народ, он должен уметь отвечать за то, что он сделал. Так что на сегодня, я думаю, я закругляюсь со своим эфиром. И если у вас есть возможность, закиньте это видео господину Швессерсу. Очень бы хотелось с ним встретиться и в непринужденной обстановке поговорить с двум хорошим друзьям. Народу и будущему его руководителю. Или возможному руководителю. Всем остальным хочу напомнить, что Латвия – самая позитивная страна Евросоюза. И у нас сейчас самые светлые праздники. Готовимся к ним.